Добрый вечер! Добрый вечер! Слава Украине! Слава! Вы красавцы! Вечерний квартал! Спасибо большое! Вы знаете, спасибо вам за то, что вы делаете. Вы делаете большую работу. Мы с большим... Потому что вы защищаете нашу страну, нашей семьи, наших детей. Мы благодарны, что у нас есть возможность сегодня вам хоть как-то поднять настроение, хоть немножечко. В общем, вас немножко от этих сложных будней отвлечь, чтобы немножко развеселить. Ну, будем смеяться? Да! Обещаете? Да! Вот, ребят, ну, вот, честно говоря, для вас весь вечер на этой сцене студия квартал 95. Но мы будем стараться. А от вас просим только аплодисменты. Больше нам ничего не надо. Добро пожаловать в вечерний квартал. Мы начинаем. Поехали! Каждый вечер-вечер наступает утру. Если делать нечего тебе, мой друг, если ты от жизни от своей устой... Ну, может быть, заглянешь наш вечерний квартал. Здесь сияют витрины, и горят фонари. Здесь всегда ряд машины, от зари до зари. Здесь красотки танцуют, здесь всегда полный зал. Здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает наш вечерний квартал. Наш вечерний квартал. Наш вечерний квартал. Еще раз добрый вечер. Начнем потихоньку. И знаете, как это не печально, начать придется с трагической новости. Недавно, на 62-м году жизни, продолжил жить известный российский ведущий Дмитрий Киселев. Ну, что поделаешь. Кстати, ходят слухи, что свой юбилей он решил отметить на своей любимой даче в Крыму. Как он туда добрался, честно говоря, непонятно. Может быть, поэтому предлагаем вашему вниманию случай на одной из украинских дорог. Дмитрий Киселев. Здравия желаю, Украинская Державная Автоинспекция. Будь ласка, ваши права и документы. У меня удостоверение вот только есть, извините. Да ты шо? Да. Удостоверение? Ну, так получилось. Ты че, большая пида? Ладно, не переживай, у нас в Украине нормальные люди. Сейчас проверим, имя, фамилию отпустим. Да. Давайте быстрее, потому что... Да, 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 да. Так, что-то... Дмитрий Киселев? Сам приехал. Дмитрий Киселев. Телеканал РТР. РТР, правильно. Да я каразник. Три буквы, они и на заборе три буквы, да? Вы, Дима Киселев, не може будь, а? Да ладно, ладно. Счастье то якое, а? Да перестань. Прости господи, шо не верил в тебя. Дмитрий Киселев, це ты, мама, фурион в мене в жены. Поруби мне в правый сектор. Ляшко мне в президенты, це вы. Ой, не вирю своим очам. А ну, ущипните меня, будь ласка. Ущипните. Ущипните. Зачем? Як це зачем? Ну шо б вы потом не сказали, шо я вам просто так ногу прострелил. Шо? 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 Шо вы себе позволяете? Шо? Я Дмитрий Киселев, независимый журналист. Та ты шо? Шо? А я штандартер фюрер Гаи Петрен. Шо? 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 Ш 보시면 бродить щоль Chevy dreams. Шо. Шо? 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 Мы же говорили, что у нас целых четыре расстрельные статьи, да? Так, я не понимаю, что происходит вообще, а? Дима, мы ваши передачи не вылезли. Вы казали, что у нас тут в Украине всех русскоязычных останавливают, убивают, едят, насилуют. Добрый вечер. Не-не-не, подождите. Я преувеличивал, вы что? А я поверил. Дима, иди сюда. Не-не-не, подождите, а оскорблять вот говорил, насиловать этого не было, нет. Дима, я уже настроился. А, стоп, меня заставляли, понимаете? Да ты шо, заставляли? Ну, ты не переживай, Дим, зараз будет тоже не по доброй воле. Так, подождите, а, да за что вообще? Как это за что, Дим, за что? Ну, вы свои войска в наш Крым ввели? Да, но у вас-то войск нет? Нема. Поэтому шо, маемо, то и водимо, да? Не-не-не, подождите, подождите, стоп, вы можете мне толком объяснить причину остановки? Причина остановки, не знаю, полуостров Крым. Что, причина остановки Крым? Да, такая причина. Что это за бред вообще вы несете? И вообще, что вы там собирались со мной делать? О, вы понимаете зараз, как сложно мне, порядней украинской людыне, решиться было на этот гадкий поступок? Слушайте, успокойтесь. Крым, между прочим, исконно-русская территория. Я решился. Нет, подождите, стоп, а где же вот это все, это права документы? А, понял, Димуля, понял, понял. Хочешь спочатку предварительные ласки, да? Я хочу, чтобы по форме все было. Будем по форме, товарищ водитель. Два питания у меня. Давайте. Вогнегасник есть? Есть. Дуже добре. Аптечка есть? Есть. Очень хорошо. Бо, чуя моё сердце, это все вам сегодня понадобится. Причем, сначала вогнегасник, а потом аптечка. Не смешно вообще. Ничего страшного, зато больно. Зеленка есть? Есть. Бинты есть? Есть. Понадобится. Резиновые изделия в автомобиле. Ну, кроме водителя имеются. Вы что, вообще уже издеваетесь, что ли? Открытым текстом, что ли? Я издеваюсь, все нормально. Перестаньте, выполняйте свои обязанности. Хорошо. Ладно. Хотел спросить. У вас коробка, это, автомат? Автомат. Так и запишем. Левая нога тебе не нужна, так. Хватит уже. Понял, понял. Скажи, будь ласка, это дата народжения. Зачем вам? Ну, понимаете, Дима, дату смерти я уже знаю. А на могильке у тебя будет две даты. Рождение и смерть. Понимаешь? Не скажу. Ладно. Останье питание. Что я ел на завтрак? Да какая вам разница, что я ел на завтрак? Отвечайте, будь ласка, на поставленное питание. Что вы ели на завтрак? Бутерброды с сыром. С сыром. Не можно. Вы же сказали, сыр провозить нельзя. А вы сырок провезли в себе. Незаконно. Стало быть, вы у нас кто? Контрацептив. Не, контрабандист, наверное. Контрабандист? Да я карайся. Я все по-русски контрабандист, будь контрацептив, то нормально. Короче, так, Димуль, значит, оставляешь здесь сыр, вот тут у нас, на границе. И тогда я тебя пропускаю в Украину. Не оставляешь, тогда едь домой. Да как я его вам оставлю? Вы что? Дмитрий. Вы же дорослая людина. Тебе что, тебе подсказывать должен все? Он бачь там кусты? Ну. А и ты в те кусты, и там той сыр наш. Сыр-сыр и все. И все. Так, хватит. Так, все. Мне это надоело. Я сажусь в машину и уезжаю. Все. Да ты что, а как можно ездить по территории Украины на машине с разбитой фарой? У меня все в порядке с фарой. Что вы сделали? Разбитый фар. Шар. Шар. Лобовое стекло. Это преступление. Я требую вызвать сюда понятых, что это вы надеете. Понятых? Понятых давайте сюда. Слово водяя для меня закон. Кошмар. Любого встречного. Понятого. Зараз. Сержант Голопойко, иди сюда, пожалуйста. Владимир Александрович, вызывали. Так точно. Здравия желаю. Здравия желаю. Ну, первое питание. Вы знаете, попросите, будь ласка, девочек наших на кухне, чтобы сегодня нам компот на обед не варили. Что хочется? Чует моё сердце, что мы с тобой сегодня киселя наварим. Ух ты! Мать моя Украина! Дмитрий Киселёв. Дима, а ты чу, что у нас тут москалиев едят? Чу? Да чу, венчу. Ой, я и сам чую, и шучу. Ха-ха-ха. 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 Отпустите меня, пожалуйста. Отпустите. Серьёзный вопрос. Ну что, товарищ сержант, отпустим у Дима Киселёва? Ну... Подумайте. Во! Путём народного референдума, единогласно, мы аннексируем ваше тело, Дима. А может я вам дам 200 долларов и поеду тебе, а? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ты нас за дебилов, Дима. Да? Ики, 200 баксов. Да нам за твою голову в Днепропетровске 10 штук дают, Дима. Ха-ха-ха. Понял, Дима? Ну очень это неинтересно всё. Доречи, товарищ сержант. Вы когда-нибудь бачили, как горят 10 штук баксов? Нет. Ах, будет сегодня фаер-шоу, да? Ха-ха-ха. Так давайте как-то договариваться уже, я не знаю. Ну, договориться, конечно, можно. Можем договариваться? Мы славяне друг друга разумим. Правда? Идите сюда, можно договориться. До речи, у тебя шнурок разлезался. Где? Он трошки. Так я вам и поверил. А тогда мы не договоримся. Так. Хватит. Хватит, я русский человек. Вы меня на колени не поставите. Нема вопрос, я могу на табуреточку вставить. Что? Что вы? Дима, Дима. А можно через вас передать моему другу в Россию передачку? Передачку? Ну. А, и всё? А передачку можно передать, конечно? Януковичу передашка. Передачку. Может это хватит уже? Хватит, хватит, не переживай. В финале украинский сюрприз. Это традиция. А что это вы сейчас сделали? А вы не знаете за что? Ну это у нас тут по закону так требовало. У нас когда преступник одностаршим сержантом убегает. Да. Когда убегает. У нас первый пострел предупредительный в воздух. А другой уже в тело. Так, а я же не убегал никуда. Ага. А чё ж тогда между нами расстояние увеличивается? Нет, ну подожди. Бежи, дядя Дима. Бежи, дядя Дима. О. О. Квартал 95. Продолжим. Ежё одна новость, так сказать, из развяда семейных. Жена, изменившая мужу боксёру, теперь исцоживает на правую сторону. У всякого бывает в семейной жизни, хотя в современном мире семья по праву считается счастливой, если отношения в этой семье строятся на большом и светлом чувстве. И это чувство, естественно, ревность. Итак, случай в очень, очень счастливой семье. Алло, Светик, привет, дорогая. Как дела, подруга? Рассказывай. Что там тебе твой к празднику подарил? Серьезно, что ли? Да ты что? С бриллиантом? А сколько карат? Два? Ну, не расстраивайся. Ну, Свет, знаешь, ну а ты ему что? А, да? Ничего себе, круто. Шерстяные. Света, ты монстр. Я? Ты знаешь, я своему костюм купила. Да. Ну, теперь тут в ответ жду Лексус. Ну, а что мне? Мужчина? Мужчина, вы как здесь оказались на моем балконе? А ну-ка, стойте там, не двигайтесь. Извините, ради бога, я случайно на ваш балкон сверху спустился. Как это случайно? Вы что, наш сосед сверху? Не, я, как бы это сказать, я вашу соседку сверху. Там просто муж неожиданно домой вернулся, и я тут раз... Я, я все поняла, сейчас мой муж неожиданно домой вернется, и нам с вами будет плохо. Давайте, куда позже мой пришел, уже давайте куда-нибудь... Плянусь! Я дома, Любовь, Пэт. Вовочка! А, я сегодня немножко раньше пришел с работы. Да, Вовочка, ты знаешь, у нас тут дома такое недоразумение, это... А я вижу это недоразумение. Нет, Вовочка, ты не понял, это... Яркенькое в труселях недоразумение. Вова, это вообще не то, что ты думаешь, потому что только что, буквально, вот, ну честно... А, любовнички, наконец-то я вас заслукал. Не, мужик, ты все неправильно понял, я сейчас все тебе объясню. Я был сверху. Да, что? Можно без подробностей. Да я тебе серьезно говорю, я только слез, ну. Падла, я иду тебя убивать. Вовочка, спокойно, мужчина, стойте там, умолчите, вы только все портите. Вовочка, честное слово, я не знаю, откуда он взялся, я его первый раз вижу. Первый раз? Ах ты гулящая! Да ну, Вов... С первым встречами сразу у нас дома. Бессовестная, Лена! За что? За что ты мне мстишь? Я же тебя так любил. Я тебе каждый год путевку в Бердянск покупал. За это, что ли? Вов, да не мщу я тебе. Бессовестная. Ну, честно, на немщу, ну посмотри, я вон тебе даже костюм новый купила. Вы что, меня тут за идиота держите, или что? А он так пришел? Я что, не понимаю, что это его костюм? Да, да какой может быть его? У него он даже размер больше. А вот за это ты мне мщишь? Я не в том смысле. Ты же говорила, размер не главное. Львов, я не в том смысле. Можик, я тебе сейчас все объясню. Я был у соседки, у Машки. Да. Какой ты Машки был, я сейчас проверю со своей Машкой. А ну-ка говори мне, пожалуйста, какой у Лены размер груди? Причем тут это? Откуда я знаю? Говори мне конкретно, какой у Лены размер груди. Ну, пусть будет пятый. Спасибо. Мало того, что ты мне сменила, ты с идиотом не изменила. Че это я идиот? Да потому что адекватный человек может отличить дыни от фисташек. Что? Зы что, дорогой? Помоги, пожалуйста. Ну-ка говори, какая у Лены татуировка на спине? Откуда я знаю ее? Слышишь ты, какая у нее на спине татуировка? Купола! Я не спала с ним, Вов. Я не знаю. Это что, совпадение? Ну, видимо, да. Ты думаешь, у всех пап куполам на спине? Ну, Вов, честно. Спала ты с ним, Лена, спала. Я же вижу, как ты выглядишь. О, Господи, как я выгляжу? Шикарно. Ты так хорошо давно не выглядела. Ну, честно. Ай, помолчи. Что она кричит во время секса? Ну, Господи. Не подсказывай. Что она кричит в постели? Не знаю. Точно спала. Я каждый раз ее после этого дела спрашиваю. Ленусь, ну как тебе? А она не знаю. Так, подожди, мужик. Слушай, я не спал с твоей женой. Посмотри на нее, ну. Я не понял, ты что это, скотина? Хочешь сказать, что моя жена уродина или что? При чем тут это? У меня просто другие вкусы. Мне нравятся низенькие, толстенькие, килограмм на сто с усами и вообще без груди. Вот. Вот ты тварь, а? Ты из течи моей развлекался. Какой течи? Причем тут я не сказал тебе, я этот, я гей. Вот. Гей? Да. Чем докажешь? Блин, как же они там все время говорят. Ну. Ну давай, ударь меня, унись меня, давай. Пожалуйста. Бессовестно, ты уже и словам нашим любимым его научила? Я не учила. Да каким словам? Я тебе еще раз говорю, я был у соседки, у Машки, сверху. Я спустился, у меня мозоли на руках от карниза остались. Так что? Если у тебя мозоли на руках от твоего карниза, надо бросаться на чужих женщин? При чем тут? Я тебе еще раз говорю, я был у соседки, у Машки. Ладно, последний шанс тебе даю. Чем докажешь? Как у Машки выглядит спальня? Обычная спальня. Конкретно, как у нее выглядит спальня? Как шкаф посреди комнаты стоит, значит, эти покрывала голубые, занавески на окнах розовые. Да, все точно, я помню. Ну вот че. Розовые занавески, я помню, диванчик мягкий. Да. Что, что? Ну посмотри на меня. Ты откуда про занавески знаешь, а? Ленусь, у всех Машек такие занавески. У всех Машек, да? Честно? Ясно. То есть меня, значит, обвиняет, а сам у Машеньки, наверное, уже не раз побывал, да? Не-не-не, честно, Леночка, я к нашей соседке Машке зашел один раз за солью на две минуты. На две минуты, да, то есть два раза успел. Я тебе говорю, ничего не было с этой Машей. Да, конечно, ничего не было. Я думала, Вова, ты нормальный, порядочный. А я думаю, что мне все соседи? Леночка, вы обратите внимание, что об этой Маше люди в лифте пишут. А я ж дура не верила. А ты зря дура, то есть не дура, ты ему зря не верила. А я потому что верила. Звонок! Все, Петрова, звучит сигнал. Это значит, что время нашего психологического сеанса окончено. Ой, доктор, интересная игра. Присаживайтесь. Мне понравилось. Да, присаживайтесь. Да, ну расскажите, что же вы вынесли из сегодняшней ситуации, Лена. Ну, в общем, вы знаете, из этой психологической такой вот ситуации я сделала вывод, что практически любой конфликт можно уладить в диалоге. Отлично, а вы, Владимир? А я, вы знаете, что я понял, доктор? Я понял одно, что надо срочно стеклить балкон, иначе, падла, откуда ты все знаешь. Где, Оля? Что у меня? Как у меня это? Семейца нашего портала. Ах, где ты, собственно, рвань? Получили аппетит. Я делаю пить. Остановитесь. Спасибо, друзья, мы продолжим. Немного новостей. Недавно премьер-министр Украины заявил, что, в принципе, оснований для повышения цен нет, поэтому цены будут повышать без оснований. Да, и еще одна новость. На днях в Киеве прошла акция. Не дай русскому. И уже на следующий день можно было встретить девчонок в футболке с надписью «Не дала русскому» и «Извините, я не знала об акции». По-разному бывает, как, собственно, и с новостями, поэтому не случайно предлагаю вашему вниманию нашу любимую рубрику «Новости нашего квартала». «Новости нашего квартала». Новости отсюда! Новости! А вы посетил новости, болезни, здоровости! Вы хотели новости? Знаете ваши новости? 10 секунд до эфира. Ведущие, пошли. Быстрее. 5, 4. Так, не бесите меня, быстрее. Спасибо. Привет, Леночка. Леночка, а кто это тебя сейчас на Лексусе подвез? Только что? Да это так. Геннадий Иванович. Геннадий Иванович? Да, Геннадий Иванович, он не известно, кто? Дедушка? Так, Степа, Геннадий Иванович мой новый молодой человек. Поэтому, пожалуйста, имей уважение, хорошо? Молодой. Я его видел, Лен. Когда он был молодым, я еще не родился. Слушай, Степа, прекрати, пожалуйста. У нас отношения, поэтому не надо вот этих шуточек. Хорошо, нормально? Хату жрать хочешь? Какую хату? Слушай, успокойно. Ребята, вы в эфире. Извините. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. В эфире новости. И сразу сенсационное сообщение. На днях в Днепропетровской области на раскопках были найдены наконечники стрел, глиняные счеты. И свидетельство о рождении Геннадий Иванович. После съемок он даст тебе по голове, понял? Понял, да. Чем? Слуховым аппаратом? Степа, хватит. Извините, мы продолжим. А вчера министр иностранных дел Украины посетил Стамбул. А не, Геннадий Иванович так не поймет. Вчера министр иностранных дел Украины посетил Константинополь. Слушай, ты, если хочешь знать, мой Гена очень начитанный. Ну, конечно, я не сомневаюсь. Он наверняка учился в одном классе с Владимиром Сосюрой. Слушай, я тебя прошу, хватит. Читай про первое мае. Давай, давай, давай. Итак, с первого мая правительство обещает поднять пенсии. У-у-у. Твой-то, наверное, сейчас радуется. Слушай, Степа, ты, может быть, не понимаешь? Не надо вот этих шуточек, мне просто обидно. Продолжим, друзья. На прошлой неделе были найдены останки древнего человека. Да, и найдены они в постели у ведущей новостей. Что ж такое? Я тебе еще раз говорю, Гена мой в самом расцвете сил. Он, между прочим, каждое утро обливается холодной водой, ходит в спортзал и два раза в бассейн. А что два? Забываешь, что один раз уже был? Продолжим, друзья. Ученые установили, что вероятность инфаркта уменьшается, если делать добрые дела. Да, вот, например, Лена по нескольку раз в день переводит дедушку через дорогу. И о погоде. А нет, еще вот одна новость, мне подсказывают, у нас есть. Сегодня в Японии на 142-м году жизни скончался самый старый житель планеты. И со второго места на первое, уверенной походкой, перешел кто бы вы думали? Степа. Нет, Гена. Поздравляем, Геннадий Иванович. Ну, и теперь о погоде, дорогие друзья. Завтра по всей территории Украины ожидаются дожди. Кстати, Лене можно верить, ведь у ее молодого человека перед дождем всегда ломят суставы и скачет давление. В Киеве плюс 10, в Мариуполе плюс 12, в Париже солнечно. Между прочим, мы на выходных с Геной летим в Париж, да, у нас пересадка в Москве. А пересадка чего, печень или почек? Я тебя сейчас убью, понял? Извините. До свидания. Хотелось бы прожить подольше, чем Геннадий Иванович. До новых встреч. Спасибо. Мы продолжим еще немного новостей. Вы знаете, недавно на программе «Поле чудес» известный российский певец Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», не отгадал известное слово из трех букв на весь зал. Бывают курьезы на телевидении разные. Да, собственно, как и сейчас, хотим представить вашему вниманию программу «Самый умный». Итак, представьте, шел седьмой час непрерывной съемки передачи «Самый умный». Хорошо, что не разошлись. Итак, я вам напоминаю, что у нас полуфинал программы «Самый умный», и вам осталось ответить на несколько вопросов. Итак, в каком году? Дальше! Во сколько лет? Дальше! Зачем? Дальше! Что ж, ничего не изменилось. У вас ноль правильных ответов, а вы проиграли. Вы покидаете нашу программу. Ура! Ух ты! Подождите, а можно и я проиграли? Нет, вы проходите в финал. За что? Вы дали один правильный ответ. Я ж не специально. Поздно! Итак, финальный раунд. Сосредоточьтесь. Скотина! Извините. Начали. Назовите место... Не можете помолчать? Что такое? Я не могу сосредоточиться. Я говорю, соберитесь, время уже идет. Назовите место, где в царской Руси купцы собирались подумать. Туалет. Правильно. Древнерусское название одежды. Туалет. Правильно. Главная часть корабля. Гальюн. Верно. Популярная карточная игра. Очко. Точно. Под какой знак нельзя ехать? Под дерево. Нет, под дерево как раз можно. Спасибо. Это я не вам. Вернитесь. Продолжите строки известной песни. Бери шинель. И снимай штаны. И правильно. Иди домой. Спасибо. Нет, вы стойте. Чем заваривают чай? Кипятком. Отлично. Против чего не действует сила тяжести? Против ветра. Правильно. Древнерусское женское имя? Параша. Что обозначает в телефонной связи короткие гудки? Занято. Продолжите песню. Ну-ка, солнце ярче. Брызги. Правильно. Горизонтальная координата точки в геометрии. Обсцесса, господи. Верно. Роман Максима Горького. Мамочка. Правильно. Мать. Мир по-английски? Пис. Верно. Как изготовили памятник Богдану Хмельницкому? Отлили. Точно. Принтер может быть матричный, лазерный или? Струйный, господи. Это правильный ответ. В футболе бьют по большому мячу, в настольном теннисе? По маленькому. Верно. Как называют неудачливого поэта? Писакова. В точку. Фамилия экс-президента Грузии? Саакашвили. Верно. Куда куры кладут яйца? Под себя. Да. Куда выливают воду? Куда угодно, хоть в раковину уже. Правильно. И вы побеждаете в нашей программе. Спасибо. Я вас поздравляю. Но теперь уже бегите, давайте бегите. Стоп, стоп, стоп. Что такое? Эш, дико извиняюсь. У нас тут неполадки технические. Да, да, да. По-тэски. Ну, короче, у нас брак по звуку тут. Ну, и что? Ну, что ж, необходимо все заново. Что заново? Переписать! Переписать! Спасибо, друзья. Мы продолжаем. Хотелось бы поделиться небольшим философским наблюдением. Знаете, в жизни любой девушки наступает такой момент, когда она должна представить своему отцу будущего мужа. А в жизни любого отца наступает такой момент, когда он должен увидеть ту сволочь, которая спит с его дочерью. Давайте и мы на это посмотрим. Нет. Ну, папочка. Нет, еще раз нет. Ну, папочка, ну, пожалуйста. Лена, запомни, я твой отец. Ты моя дочь. Я сказал, нет, значит, нет. Предупреждаю. Если очередной твой хахаль только появится на пороге нашей квартиры, я его придушу. Понятно? Пап, ну почему хахальто сразу? Господи, нормальный парень. Нет. Познакомились. Папа был хороший. Он даже еще ничего плохого не сделал. Серьезно? А я думаю, что он уже сделал. Папа. И не один раз. Я тебя знаю. Ну, папа. Никаких мужиков. Ну, пожалуйста, он придет познакомиться просто. Нет, нет, никаких мужиков. Нет. Господи, ну почему вот ты такой? А если бы дедушка в свое время о тебе вот так же говорил? Лена, твой дедушка был интеллигентный человек. Он, когда меня первый раз увидел, сразу умер. Молодец. Мужик сказал, сделал. Все. Ну, папа. Никаких мужиков. Ну, пожалуйста. Закрыли вопрос. Ну, пожалуйста. Ну, один раз человек придет в гости. Ну, пожалуйста. Нет, нет, нет. Ну, папочка. Ну, папулечка. Мой самый любимый, самый добрый, самый хороший в мире папусечка. Ну, дай, пожалуйста, моему котику хотя бы шар. Котики твои. Будешь кошар в дом взять? Ну, хороший. Ладно, даю один шар. Да? Один шанс. Один раз. Он понравится тебе. Похуй. Один раз. Он придет. А вот и он. Хорошо. Ой. Юрочка. Привет. Привет. Ну что, все нормально? Ты не волнуйся, я с папой почти договорилась. Сейчас будем знакомиться. Все хорошо. Хорошо. Папочка, познакомься, пожалуйста. Это мой новый парень. Папа. Папа. Пап. 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 О. Слышь, мужик. А? В сторонку отойди. Загораживаешь нового парня моей дочери. Шутит. Папа шутит. Папулечка, ну что ты? Ты не понял, наверное. Это и есть мой котик. А, так ты котик. Котик. Сейчас, котик, секунду. Можно я тебя на секунду? Какой-то нахрен котик. Это кошарище. Посмотри на него, Лена. Он тебя в первую брачную ночь сожрет. Папа, а ты вот сам говорил, хорошего человека должно быть много. Да, но его на сто килограмм больше, чем надо. Папочка, ну честное слово, не переживай. Юра добрый и хороший. Это пока у нас дома жрачка есть. Ну что, мужчины, я, наверное, пойду что-нибудь еще на стол принесу. У меня там как раз готовится. А вы здесь знакомьтесь поближе, да, пап? Все будет хорошо, да? Обалденно будет. Как зовут? Юра. Кто по гороскопу? Дева. Дядя Вова, Лев. Юра. Юрочка. Ну да. Юрец. Ну. Как там холодец? Да шучу, шучу, Юрчик, шучу, котик. Где-то я тебя видел. Да? Ты мне кого-то напоминаешь, я не могу сказать. Я не знаю. Не, ну где-то видел, то есть, а где же я, где же... А вспомнил? Ага. Точно. Да. Вспомнил вчера на работе с мужиками точно такой же шкаф. Не могли поднять. А вот и я. Это угощение. Папа, приглашай гостя к столу. Не вопрос полный, вперед. Пап. Я все контролирую. Пожалуйста. Садись, Юрочка. Спасибо. Садись. Хорошо, что стулья железные, да? Папа, хватит, пожалуйста. Все нормально. Ну что, давайте знакомиться, да? Давайте. Тут без водки не познакомимся. Чуть-чуть выпьем. Давай. Мне чуть-чуть. Да. На. Чуть-чуть тебе хватит. Котик Юрочек, да? Ну да. Чем занимаешься, котик? Свободное от жратвы время. Или времени вообще не остается? Папа, между прочим, Юрочка работает в крупной торговой фирме. Извини, доченька, я не услышал. Ты сказал, в крупной или в жирной торговой? Папа, веди себя прилично, пожалуйста. Все понял, понял. Угощай. Угощайтесь, Юрочка. Будете? Вот свининка. Не, не, не. Своих не ешь, да? Папа, я не сказала. Юра вегетарианец. Да ты что, серьезно? Да. Вегетарианец? Это как? Это значит, что он заботится о животных. Интересно. Каким образом? Браконьеров жрешь? Папа. Что? Пожалуйста, хватит. Спроси нормальное что-нибудь у человека, а не про еду. Не вопрос. Ладно, котик. Где родился? В Киеве? Нет. В Ирпене. Под Киевом. А, под Киевом. Вот, да. А что так? А что? Ну, а и снес, снес и не донес тебе, да? Папа. А? Ты сейчас вообще зачем вот эту тему завел? Боже мой, ты не знаешь. У Юрочки приемные родители. Когда-то давно маленького, его в детстве им подбросили незаметно. Незаметно? Это интересно, как просто. В три часа ночи. Незаметно. К подъезду подъехала фура. Папа. Да, и тридцать грузчиков. Незаметно. Три часа вытаскивали малыша, да? Папа. Так, слушай, давайте выпьем уже, да? Давайте, да. В конце концов. Мать твоя звонит мне. Ну, а сейчас я... Алло. Привет, котик. Да. Ты не переживай. А тут на ужин не успеваешь? Хорошо будет. Не переживай. Можешь уже не торопиться. А дочь твоя очередного кошару в дом привела. Не волнуйся, вечерком с тобой косточки пососем. Да, да, я тут разберусь без тебя. Давай, целую, котик, люблю, давай. Мда. Ах, ух. Не забыл, что ты здесь, твою мать. Слушай, папа. Что? Можно теперь тебя на минуточку? Юрочка, подожди нас там, пожалуйста. Папа. Да. А может, хватит уже над человеком издеваться? Человек? Посмотри на него. И уже на Крещатике с Кремлевской площади видно. А? Ну и что? Зато я всегда буду знать, где он находится. Понятно? Понятно. А как ты с ним будешь заниматься сексом? Что? Все вместе? Ты и он, и группа МЧС? Папа, помоги, подними ногу. Папа. Задыхаюсь, да? Папа, что ты? Боже мой, что ты говоришь? Папа, Юра вчера сделал мне предложение. Какое? Пожрать? Значит так. Папа, если ты не заметил, я уже, между прочим, взрослая. А из-за того, что ты не хочешь меня от себя отпускать, я, получается, вообще ни с кем встречаться не могу. Леночка, я-то тут при чем? Да как это при чем? Он Сережа был, хороший парень. Да Сережа твой был на бабу похож. Одевался лучше, чем ты. Ладно. Хорошо. А вот Андрей. Можно узнать, чем Андрей не угодил? Андрей этот год, я когда его первый раз в дверной глазок увидел, подумал, все. Смерть за мной пришла. Нормальные парни у тебя. Да, да, да. Знаешь, пап, а ты сейчас вообще можешь говорить все, что хочешь. Я решила, Юрочка будет жить у нас. Вот так вот. Это ультиматум. Да. Хорошо, значит так, раз вы решили. Я предупреждаю, если он упадет на спину, я его переворачивать не буду. Ой, таракан. Ой, твои проблемы, понятно? Лена, а можно тебя на секунду? Да, конечно. Аккуратно. Да, да, да. Лен. Да. А что с твоим папой? Что с моим папой? Чего он такой мелкий? В смысле? Он что, комнатный? Юрчик. Ну что, недоразвитый? Юр, ну перестань, ну с чего ты взял? Ну обычно так выглядят люди, страдающие рахитом. Юр, ну перестань, пожалуйста, у меня нормальные папа. Ага, никто не говорит, что лилипуты это ненормальные? А кстати, дома, на унитаз, он сам садится или вы его подсаживаете? Юр, не надо, пожалуйста. А в машине вы как его возите? Наверное, кресло специальное есть, да? Так, Юра, я прошу тебя, перестань, это все-таки мой отец. Я понимаю, что это твой отец. Просто он такой маленький и сморщенный, как будто только что из холодной воды вылез. Значит так, мужчины, я пойду чай приготовлю. А вы здесь, пожалуйста, найдите общий язык, хорошо? Да, да, да. Все, я готов. Ну что, пузыречек? Ну что, дядя Вова, лев? Львенок. Извините, дядя Юра, я просто очень переживаю за свою дочь. Я тоже очень переживаю за вашу дочь, потому что у нее папа дебил. Согласен. И вообще, я Лену больше жизни люблю, ты понял? Понял, а я жизнь люблю больше Лены. Любишь Лену? Да. Готовить умеешь? Да. Стирать? Ну да. Убирать? Ну, конечно. Выходи за меня. Че? На предложение. А вот и чай. А вот и все. Серьезно? Луся, ты знаешь, мы тут пока тянем лазерчиком нашли общий язык. Ну я же говорила. Лучшего парня тебе не найти. А руки у него золотые. Я знаю. Я знаю. Что ты лыбишься, вызывай ментов, МЧС, охотников, кабана глушить будем. Папа. Спасибо, друзья. А мы продолжаем. И сейчас у нас в эфире острополитическое шоу «Открытый микрофон». И сегодня у нас в гостях человек, который, в общем-то, пожелал остаться неизвестным. Итак, встречайте нашего гостя, нашего неизвестного, нашего инкогнито, нашего анонима, нашего мистера Икс, маска-маска, кто вы, кто вы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Наш гость неизвестный. Итак, расскажите, что же с вами случилось. Я с удовольствием все вам расскажу, только у меня есть одна небольшая просьба. Можно я не буду назвать никаких имен, чтобы потом этих людей не преследовали у меня на родине. Да, конечно, все понятно. Присаживайтесь. Итак, расскажите, а что же все-таки с вами произошло? Ну, начнем с самого начала. Давайте, с самого начала. Значит, где-то в девятнадцатых числах февраля меня обвинили в том, что я сошел с ума. Серьезное, в общем-то, обвинение. А кто так сказал? Ну, скажем так, это были очки, вышиванка и боксерская груша. Извините, а не пойму сейчас. Вы разговариваете с вышиванкой и очками? Нет, но больше всего я разговаривал с грушей. Она три раза, ой, оно, он три раза ко мне приезжал. А зачем? Ну, как зачем? Они хотели, чтобы я выпустил коляску. Коляску? Понимаете? Да не очень. А зачем надо выпустить коляску, извините? Да, коляска хотела уехать в Европу. Какой-то бред. Я тоже им сказал, что это какой-то бред. Да? Да, после чего они взяли и сами выпустили коляску. После чего коляска захотела стать мной. Вами? Да. Да, и что, и... Да что, что, все в шоке. Да? Вышиванка в шоке, этот самый, боксерская груша в шоке. А очки? Очки? Очки неплохо пристроились. Да. Ну, допустим, допустим, подождите. Я не могу понять только, как она могла хотеть быть вами, если она, эта коляска. Господи, да вы что не знаете коляску? Один германский укольчик, она бацнула. Каравай. Каравай. Допустим, и что, и что? И что? Она, наверное, специально хотела быть коляской, может быть? Да нет, вы что не знаете коляску? Я же вам говорю, она специально была коляской, чтобы не быть как Юра Фуфайка. А Юра Фуфайка это кто? Юра Фуфайка это тот, который сперва был... Юра Мигалка. Юра Мигалка? Потом Юра Бутылка. Потом Юра Фуфайка. Ну это точно уже бред. Хорошо, допустим, подождите. Были ли люди, которые пытались вам помочь в решении этих проблем? Да, слушайте. Слушаю. Приехали как-то ко мне дедушка, рыжий таракан и пчеловод. Я не просил вас рассказать анекдот просто. Это не анекдот, они действительно ко мне приезжали. Ну хорошо, допустим. И потом, насколько я понимаю, вы бежали из страны. Да, бежал. И взяли с собой все самое необходимое? Да, взял. Слушайте, ну я же не виноват, что самое необходимое у меня так много. А что вы взяли с собой? Ну скажем так, я взял с собой капусту. А капуста это что? Капуста это все. И сколько у вас этой капусты? Я не буду называть цифры, скажем так, капусты была лимонад. Лимонад чего? Лимонад лимонадов. Наверное, много. Да. Хорошо, бежали сами? Нет, со мной был арбуз. Арбуз? Ну, арбуз херсонский? Какой херсонский? Донецкий арбуз. Донецкий арбуз и цезарь. Цезарь это салат? Нет, цезарь это не салат. Цезарь это каша. Какая каша? Каша это пшенка. Так подождите, я что-то запутался. Цезарь, это тот, кто мог делать четыре дела одновременно? Да, на нее. Что на нее? Мог делать одновременно четыре дела на нее. Да на кого на нее? На коляску, ну что? А, на коляску, господи. Начинаю хоть что-то понимать. Так, а вот эта история, что когда вы бежали, вашу машину обстреляли, это правда все? Это правда. Да? Ну, вы знаете, я последнее время пересматривал видео. Дело в том, что мне в тот момент было так страшно, что это могли быть выстрелы изнутри. Ну, допустим. Хорошо, что было потом? Ну, а потом я попросил помощи у этого шизофреника. А, так это вы его так назвали? Боже упаси, вы что? Так его назвал Борода. Какая Борода? Не какая, а какой. Борода Днепропетровский еврей Женевая. А, а зачем он его так назвал? Ну как, ну потому что этот шизофреник назвал еврея фашистом. Хм, да кто ж может назвать еврея фашистом? Шизофреник какой-то, я думаю. Ну да. Все-таки грубо называем, мы все-таки в эфире шизофреник. Давайте как-то по-другому его будем называть. Согласен, давайте назовем его тренер. Ну, допустим, тренер. Пускай будет тренер. А по какому виду спорта будет он? Ну как, ну по какому? Раньше говорят, что он занимался дзюдо. Дзюдо. Но последнее время, по слухам, занимается гимнасткой. А гимнастка это кто? А гимнастка это как раз гимнастка. Хорошо. Скажите, собираетесь ли вы возвращаться в Украину? Я? Ну вы же понимаете, что если я вот возьму сейчас, вернусь в Украину, я буду либо коляска, либо фуфайка. Ну да. Хотя в России, ты знаешь, тоже оставаться сейчас очень глупо. Если все так дальше пойдет, могу стать гимнасткой. Да. Понимаю. Хорошо. Что на это сказал тренер? Ну, после этого тренер сказал просто. Говорит, шапка, на тебе текст. Иди, у тебя завтра пресс-конференция. А, да-да-да. И там вы сломали ручку. Ну сломал. Все видели, да. Но все же понимают, что я как политик, что сломать ручку, это же не мое. Я же мог гораздо глубже. Я же мог сломать стул. Стол. Конечно, да. Я мог открыть локтем банку огурцов. Не, ну это не... Но вы ведь надеетесь на лучшее. Я, да. А вот скажите, вот если не наступит это лучшее, если все будет наоборот, что вы будете делать? Я? Да. Ну я же вам сказал. Я могу запросто сломать стул. А, ну да. Стол могу сломать. Да, конечно. Понял, понял. Спасибо огромное. Спасибо нашему неизвестному. Мы продолжаем. Знаете, общее дело, общее дело, как известно, может объединить даже самых злейших врагов. А такое общее дело, как all-inclusive, может объединить даже зятя с тещей. Итак, представьте себе. Греция, all-inclusive, третий день отдыха. Кто бы мог подумать, ну, зятитюля, ну ты моя родная. Тесенья, тесетина, ты моя родная. Мама, си-си-си-си-на, ты моя дорогая, ты моя сетитюля. Тамарочка олеговню... Олеговнюшевая. Олеговнюшевая. Жакузи? Жакузи. Мама, Жакузи, мама. Ах, хорошо. Тамарочка олеговнюшевая. Помните, мама, помните, я говорил, что вы сандалетина старая, мымровы рыжая? Помните, я говорил? Нет. А значит, вас тогда не было? А я не было просто, я не помню. Всё, я все слова беру обратно. Не дай бог, кто-нибудь на вас что-то скажет, я этого козла придушую. Я поняла. Вос оторваю этому козлу. Спасибо, рыцарь, это приятно. Обещай. Обещай. Помнишь, я тебя называла бабским угольником? Да. Подкаблощником. Да, да. Импотентом, в конце концов. Так вот, я сейчас тоже так не думаю. Нет. Осталось только Лену переубедить. Да. Эх, Вова Сися, вернутся бы нам с тобой лет на 30 назад, мы бы с тобой... Шо вы со мной 30 лет назад? Шо? Грудью покормили? Шо. Шо. Вот зря ты сейчас так. Ну, зря. Вот сколько ты мне дашь? Вам? Не знаю. Максимум 72. Максимум. Вообще-то мне 56. Серьезно? Ммм. Отвидите, вы даже моложе, чем выглядите. Ммм. 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 Я лечу. Вам все мужики в отеле скажут, что вы бабагонь. Откуда они знают? Вы не помните? Ммм. Вы же вчера набухались. Ммм. И устроили конкурс мокрых маечек. Ммм. Ммм. Стыдова какая. Как прошло стадия? Как прошло? Ну, скажем так, благодаря вам учредили новую награду. Ммм. За волю к победе. Ха-ха-ха. Вот это говорю. Мама. Дочь идет твоя. Прячем. Мам. Пожалуйста. А где же они? О. Одного нашла. Вова. А? Маму мою не видел? Что? Маму, говорю, не видел мою? Мать твою. Не, не видел. А может быть возле бассейна или на пляж пошла? Да не знаю. Не могу ее нигде найти. Рано. Помочь поискать? Да ладно. Я сама. Давай-давай-давай. Мама. Давай-давай-давай. Че? Еле выпила. Сушняк. Подсушила бассейн. Здрасте. Ай, ты хату спалила, мать. Да. Прелестно. Я думала, на отдыхе на пляже полежу. По музеям похожу, архитектуру посмотрю. Спасибо вам, друзья. Вы мне весь отдых испортили. Тост, конечно, херня. Так себе. Ну, надо женщину уважить. Поддержать ли мысли твои слова? Что? Кошмар. Боже мой, кошмар какой. Я думала, у меня в семье один алкоголик. О, теперь будешь знать, что я тоже. Я смотрю, вам весело, да? Да. А ничего, что я вас третий день в отеле не наблюдаю. Нигде не могу найти. Где делись, непонятно. Где вы были? Ну, перестань. Это мы с мамусем. Тебя три дня ищем. Мы тебя везде искали. В баре искали. В ресторане искали. На крыше бар вот такой искали. В подвале бар сильный искали. Потом искали и искали. Мама вечером поздно уже пошла в туалет. Там тебя звала всю ночь. Ора! Ора! Мама! Тихо. Боже мой, мама. Тебе же доктор пить запретил. Не волнуйся, Ленок. Мать уже два дня под наблюдением врачей. В смысле? А что случилось? Ее уже два раза били этим дефибриллятором. Дефибриллятором? Дефибриллятором. Два раза? Что произошло, мамочка? Что? Ну, первый раз, а она просто мне проспорила. Мама чек слова. А второй раз нам бахнуть, чтобы она дышать начала. Морским воздухом. Знаете что, друзья? А я вот сейчас подумала. А я не буду вам мешать. Я сейчас пойду соберу вещи и уеду отсюда. Все, я уезжаю. Понятно? Куда? К маме. А мама здесь, Ленок. Иди, доча, расскажи, что волной беспокоит. Мама, господи, куда идти? Посмотри на себя. Где твой зуб? Что? Зуб твой золотой где? А этот? А его дёрнуло, да. В смысле, дёрнуло? А болел, что ли? Нет. Ленович, понимаешь, тут оказывается и не всё включено. А так... Инхамцова сиси по текилке. Боже, кошмар какой. Мама. Я... Ты меня, конечно, мам, извини. Но мне на тебя вот такую смотреть противно. Ты посмотри, в кого ты превратилась. Элицид. Элицид. Ты как с матерью разговариваешь. Вырастили тебя. Воспитали. Да. Был бы жив твой отец. Папа живой. Сосися. Может, перерывчик? Конечно. У тебя белка моя. Белочка. Перерывчик. Мамочка, а у вас бутыльничек твой не сказал тебе, что за такое поведение тебя легко могут выселить из отеля? Нет? Не сказал? Да никто меня не выселит. Интересно. А что, что тебя не выселят? А она ещё не поселилась. Мама. 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 Матюрина моя. Слышишь? Мама. А не займёшь мамочке суточку баксов? Ты что, мать? Откуда бабки? Всё пробили. Нету. Ты не торопись-ка. А я за суточку тебе секретик про Леночку один расскажу. Мама. Я дам тебе 100 долларов. Не надо ничего рассказывать. У меня есть деньги. Секунду. Даю 200 баксов. Рассказывай. А.. Р complained. А, Ада я, Ронос, а с чего помалкиваю? Повышать будем или скрываемся? Слышишь? А вот, давай уже не будем это ерунду говорить, пойти уже вылезать. Хмцера. Или я. Слушай, ерунду. Помнишь в прошлом месяце в командировку уезжал? Мам. Я выезжал. Клянусь если законил сосед, и предложил ей 300 долларов Надо я цену набивать 250 там было Даю 300 баксов Она согласилась? Естественно 500 Естественно отказалась 600 Пацан такая подумала 700 Естественно снова отказалась Вот видишь, Вова сися Какую я тебе вырастила Даю штуку Проститутку Мама Мам Я сейчас дам тебе по 200 долларов За каждого, о ком ты не расскажешь Вове Давай закончим, прошу? Ооо, вернусь Значит, давай так 2800 на бочку И мы закрылись Мама, какие 2800? Слушай, это что тут Вы так знаете что, друзья Видимо, по-другому с вами разговаривать не получается Ну давайте двигайтесь Ну что, все До встречи в Киеве, да? Понеслась? Оооо Елена Кровец, Владимир Зеленский Степан Казаев Студия Гвардов Все наступят Спасибо большое Мы продолжаем У нас новость шоу-бизнеса Знаете, оказывается Максим Галкин Один из немногих артистов На нашей эстраде Который встретил старость В 32 года Так тоже бывает Просто у нас дальше Наша любимая рубрика На бис Поехали! Когда нас вызывают на бис Нет, это не угроза и неплохое настроение Это просто кто-то где-то принял решение Что очень нужен номер на бис И зрители взбирают И сердце замирает И девочки в экстазе Закрывают глаза И грома Блэдис Ленда И бис на сто процентов И катится по щечке слеза Это не игра Это не кино Это вам не шашки И не домино Это не прикол Это не каприз Это просто значит Будет номер на бис На бис Здесь мы показываем любимые номера Сейчас лето Курортные, как говорится, сезоны Последнее время, вы знаете, наши туристы-сотечественники Предпочитают отдыхать в отелях, где практически нет наших туристов-сотечественников Итак, одно из таких счастливых пятизвездочных мест Вечерний ужин в ресторане Романтическая семейная пара Ой, Юрочка Слушай, как все-таки Хорошо, что мы вырвались с тобой на недельку из Киева, правда? Да, здорово Может, отметим это дело немножко, а? Так, хватит уже отмечать Сиди, пей сок Отмечались уже Ленчик, ну че ты? Ну, ты знаешь, я просто боюсь летать в самолете Ну, немного выпил для храбрости Что такого? Да, для храбрости, да, конечно, я знаю Оказывается, ты у нас боишься не только летать, но и на автобусе ездить Да? Это хорошо, что тебя там вырубило И ты очнулся только в холле нашего отеля А там оказалось, что ты боишься стойки ресепшн Так что я молодец, что выбрала отель, где весь алкоголь платный А твоя половина денег уже закончилась А че ты завелась, а? Я не завелась Говорил же, надо на три дня было ехать А так все, весет их на смарку Юрочка, ну, боже мой, ну почему на смарку? Ну, посмотри, красота какая Боже мой, море, пляж Люди, какие красивые, вон на ужин пришли Вот сразу видно, да? Европейцы вон, гляньте, сидят Владимирский централ Ветер северный Этапом истериться А немерено Лежит на сердце Здрасте! Не занято, как я погляжу, да? Я тут присяну Ух ты, виногранник! А я не взял, пойду сбегаем Хотя нахрена я ваш пожру, да? Что сидим, молчим, смотрим тупо Что иностранцы, да? Да точно, европейцы Так по дебильному в столовку вырядятся, да? Говорю, давай знакомиться Интродюс Интродюс Ну, как по-моему А, май нейм из Вова Вова, Вова Ю, Ю Май нейм из Джули Джулия Джулия, yes Джурий Джурий Прикольно, Джурий, молодец Откуда приехали? Ну, веру и фронт Как? Ну, Германия Италия Франция Или Лихтенштейн В полном составе, пожалуй Ага Мы из Ингланд Из Ингланд Из Ингланд Yes Великобритейшн Джулия, красавчик Ладно, это, слышь Сеньорас Я схожу за добавкой Ну, как по-вашему А, хаучик А ты смотри Моё не точи Понял, а то приду Айс вырву Понял? Посторожи жратву Гудбай Секунду А при чём тут пить вас? Я прошу тебя На лоботе Синдрог Вот они Вот это? Ага Знакомьтесь Интродюс Мой друг Ну, мой френд Друг детства Жека В самолёте познакомься Здорово, Жека меня зовут Я говорю Жека зовут Меня Слышь, Ванна Ничего, глухонемые, что ли? Хуже Европейцы Европейцы? Вы европейцы, что ли? А, ви? Си Что-то я не понял Они из Франции Или из Италии Ви, Си Из туалета А, из туалета Слышь, номер у тебя какой? Европейцы Я говорю Рум намбар Какой у тебя? Нахрена тебе Рум намбар И скорее хочу взять Ни на свой же записывать Слушай, ты ж французский В школе учил А ну давай Спроси у них что-нибудь Сейчас погоняю тебя По-французскому Говно вопрос Пегляву францион Мина А, ви Ви, ви Ви, ви Слышь, вам Не завидую я их соседям Тя Ты спишь, как в свинарнике За стенкой все время Ви, ви 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 Спи Она говорит Отдых твой Мура европейц Слышишь Журик Фигня Сидишь Точишь Виноград Булки Вот мы Бухаем С самого начала Дринг Мы дринг Вискар В самолете Потом Бухали на ресепшн В автобусе Пили Ой, у нас еще 20 бутылей осталось А, Ван Что ты ему рассказываешь Он не понимает тебя ничего Понимает, не понимает А слюна течет Да Слышь А чичулина Это ничего Да у него Такая Это Ага Смотри Глазища Какие Она меня уже Ими полчаса Сверлит Наверное давно Уже с этим Макаронником Ничего не было Макаронина Макаронина Слышь, братан Давай так Ты этого чилинтану Отвлечешь А я чичилину Где-то Вечерком Пристрою А я А потом и ты Хорошо Да Хочешь меня Я говорю Хочешь меня Ну Вонт Ми Вонт Вонт Нихт 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 Точно Хочешь Если баба Говорит Нихт Значит Дахт Железно Слышь, Вован Я придумал Как его отвлечь Как? Давай, когда он Отвернется Я ему незаветно В стакан Вискаря налью О Да? Ты смотри Работает, братан Так У меня есть тост Давай Да Выпьем Значит Давайте выпьем За нашу великую Могучую страну Да И за вашу Европу Конченую Давай Давай Ты этот Что сидишь Пей, пей, пей Ты мне пьяная Нужна Давай, давай Что ты смотришь На нее Бери стакан Пей Мне тебя еще Бить сегодня Пей Как обезболивающий Вот Вот сюда Буду бить тебя Говорю Еще раз Пей Давай Быстрее О Красавчик Так Между первой И второй Барусь Борман подставляется Значит, еще один тост у меня есть. Давай. Значит, давайте выпьем за дружбу. О, как дружить с Тами хочешь. Ага. Красавчик. Слышь, братан, давай так, ты помри с европейцами, а мне надо на две минутки выйти. Да, кури здесь. Я не курить, мне надо. Да давай тут, куда ты пошел. Ты же гонишь это европейцами, я не могу. Иди сюда. Юрочка, Юрочка, дорогой, пойдем, пожалуйста, давай уходим, дорогой мой, пожалуйста. Зачем? Ну как это зачем, Юра, ты что, не слышал, они тебя спаивают, а потом бить собираются. И что? Бежать с поля боя? Ни за что? Я буду сражаться до последней капли чего-то. Юра, ну не бей, пожалуйста, идут, идут, Юра. Ох, и пять звезд у них, кошмар, вообще отстой. Возле пальм ни одного полотенца. Еще и ветер, Юрочка. Я предлагаю бахнуть. Да. Третий тост, у нас в Украине пьет третий тост. Предлагаю выпить за твою девушку, за эту мисс. Не, правильно говорить, не мисс, а миссис. А что она миссис? Ага. А получается, она его миссис, а он ее писис. Да? Миссис и писис мид. Джури. Миссис и писис. Джури. А вот хомло европейское, а. Бухает без тоста, ты видел? Культура новая у тебя, вообще европейцы. Вот я, к примеру, вчера лежу на рецепшене. На диване? Да нет, диван быдло какое-то заняло, и я на коврике прилёг. Ага, ну ну лежишь ещё. И знаешь, лежу такой, и так мне грустнулось. Так грустнулось, что аж по сяке, это, потекла. Как её? Слеза. Не, слеза, только когда глаз плачет, а когда рот... Слюна. Да, слюна. И так знаешь, грустно было, что аж градом покатилось. Понимаете, брат, предлагаю выпить, чтоб тебе никогда не грустилось. Только давай так, быстро бухаем и валим отсюда, пока этот Чиполлино не увидел, что я у него лопатник спёр. Давай. За дружбу, френшип, давай. Сэкью. Гуд бай! Отдых у тебя супер, гуд бай! Гуд бай! Стоп! Что? Где мой лопатник? А? Мы по-русски не понимаем. Нет, ферше. Я говорю, лопатник мой, где твари? А, на это я... Ленка, звони в скорую, сейчас тут такой замес начнёт. Всё, 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 всё. Давайте по-доброму. Вот такое сильнейство нашего квартала. Квартал 95, спасибо. Ну что, продолжим. Знаете, относительно недавно в Киеве произошёл вопиющий инцидент. Там работники госавтоинспекции задержали служителя церкви в нетрезвом состоянии. Ну, в принципе, ничего страшного, знаете, кроме патрульной машины никто не пострадал. Выпил человек, с кем не бывает. Главное, что после этого вопиющего случая сержант ГАИ Крабов на всякий случай решил сходить в церковь, дабы исповедаться. А вот это как раз стоит посмотреть. Итак, случай в Киевской церкви. Здравствуйте, святой отец. Здравствуйте. Вот, значит это, я инспектор ГАИ, так получилось, недавно я остановил вашего коллегу, вот, а он был за рулём в нетрезвом состоянии, вот. И с тех пор меня как-то часто мучает совесть, и в общем я пришёл исповедаться. А, и... Святой отец? А? Вы меня слышите? Ага. Я говорю, пришёл исповедаться. Ну? Ну, ибо грешен там я. Это логично. Ага. Вот. А вы меня можете исповедать? Что? Я говорю, вы меня можете исповедать? А, да, я могу, я такой. Ага. Вот. А что мне надо делать? Я просто первый раз в таком месте и... Святой отец? Аааах. Я говорю, что мне надо делать? Что надо делать? Ну, это вы мне скажите, что надо делать? Кому? Да не кому, я говорю, мне что делать? А что ты умеешь? Так, давайте так. Я вам расскажу сейчас свою историю, а вы там, в общем, сами решайте со своим начальством. Вот, значит, это, значит, смотрите, 8 сентября, 8 апреля я патрулировал веренный мне участок дороги, вот, и остановил помазанника Божьего. Кого? Ну, батюшку. А, ну-ну-ну. Вот, а он был за рулем в нетрезвом состоянии. Кто? Батюшка. Что? Да нет, не вы батюшка, тот батюшка. Не, а я-то за кто? Да вы тоже батюшка. Я сейчас про другого говорю, я его остановил. Вот, с одной стороны, я вроде бы прав, но он же выпивший, а с другой стороны, ну, все-таки батюшка. Вот, решил спросить у вас, что мне делать? А ты кто? Я инспектор ГАИ, я же говорил. А где работаешь? В ГАИ. Кем? Инспектором. А напомни мне, кто ты? Так, святой отец, я инспектор ГАИ, работаю в ГАИ инспектором, а вы меня вообще понимаете? Я понимаю, я не понимаю, зачем ты меня сейчас остановил. Да я не вас останавливал. Не меня, так я поехал тогда, че я... Вы подождите, не уезжайте, батюшка. Я говорю, пришел на исповедь. Это хорошо. Ага. А ты кто? Я инспектор ГАИ. Это плохо. Как зовут? Аристарх. Ари... кто? Аристарх. А-а-а. Так вот, скажи мне, калистракт. Аристарх. Антистрахт, да. Ты верующий? Верующий, да, батюшка, верующий. В секте участвовал? Нет, нет, никогда. В групповом секте участвовал? Чего? Ничего. Матом ругаешься? А че? Через плечо, говорю, матом ругаешься ты. А, нет, нет, стараюсь, чтобы нет, но... Женат? Женат, да, батюшка, женат. С женой венчур? Нет, нет, пока еще нет, но забирай... В Блуде живешь? Нет, в Житомире. Это нормально. Ага. Любишь жену? Люблю, конечно, да. Изменяешь? Да при чем здесь этого? Да что вот? Я спрашиваю, с батюшкой мне этим что делать-то? Любишь батюшку? Ну, люблю. От любишь, отпусти, если твой Бог к тебе вернется, а не твой, то никогда твоим и не был, понял? Я не понял, что вы говорите-то, в святой отец? Субтитры сделал вот, в святой отец. Ты вернется. Ты вернется, в святой отец. Кто здесь? Батюшка, это я! Батюшка, это я! Ты кто? Ну как, ну в смысле, ну это я же, я, я, я. Антихрист! Аристарх, да. Инспектор, ты что? Ага, да, я, я, я. Так что ты хочешь? Так, а я же рассказывал, говорю, остановил батюшку. Он был журлём, не трескал. Там, где кленыш шумит. Над речной волной говорили мы о любви с тобой. Батюшка, вы что, вы же в церкви. Ай, извините. Там, где кленыш шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Святой отец! Я говорю, пришёл на исповедь, а не на ваш концерт, вы понимаете меня? Зачем? Ну согрешил я. А, это интересно, я люблю рассказывать. Да я рассказывал, остановил батюшку. Он был журлём в нетрезвом состоянии. А батюшка был в рясе? Батюшка был в мясе, если честно. Но я не про это, понимаете? Институт, что ты хочешь, я тебя спрашиваю? Да что ж, мне опять всё это рассказывать? Так, 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 знаете что? Вы вот документы ему передайте, он оставил. Передаю, передал. А я хотел просто прийти. Тихо, тихо, всё, иди, иди, иди. Всё, всё что ли? Иди, иди, ОМОН, 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 ОМОН. Чё? Аминь, аминь, аминь. А, ну то есть, а я волновался просто. Ё-моё, это ж мои права. Это чё, ё-был, получается, что ли? О, стойди, как стыдно. Здрасте. Можно? Слушай, анархист. Аристарх. Гивстарх, да. Расскажи, как всё было, а? А вы не помните. Я не помню. А я расскажу. Пожалуйста. Значит, сначала, выезжая за второстепенной, вы отказались пропускать тех, кто едет по главной. И-е-е-е, и что я сказал? А вы сказали, что перед Богом нет ни главных, ни второстепенных. А вот ты человека остановил. Человека бы. А ты не подумал, может, он не просто так бухает? Ага. Может, у него в семье уже не горе? Какое? Муж пьёт. Вот именно, батюшка. А ты именно, а что было потом? А вот потом вы собрали пешеходов и повели их через проспект Победы. Господи, там же по четыре полосы в каждую сторону. Вы обещали, что поток расступится. Что было потом? Потом, потом. Суп с котом. Ё-моё, с каким котом? У меня аж пост. Чё? Через плечо. Репост у меня. Какой пост, батюшка? А за чебуреками? Кто ездил? Какой он знает тот? Здравствуйте, друзья. Ваши аплодисменты. Юрий Крабов, Евгений Кашуоров. В целом, квартал 95. Спасибо большое, эти аплодисменты вам. Спасибо большое. Спасибо. Ну как настроение? Ой, супер. И мы очень рады, что у вас хорошее настроение, для нас это важно. Вы знаете, в нашем выступлении, естественно, есть вещи, когда мы хотим просто развеселить, а есть вещи, когда мы хотим достучаться, докричаться, выразить вам всем благодарность, вам низкий поклон за то, что вы делаете. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо. Вы молодцы. И вы знаете, так получается, что в нашей родной стране, знаете, все, знаете, как в жизни нашей, все вроде бы. Вот вроде поменяли мы с вами власть, но вроде бы. Вроде пришли новые, но вроде бы. Вроде, в общем, вроде, понимаете, вот все как-то вроде бы. А хочется, чтобы было по-настоящему, хочется, чтобы было не вроде бы. Единственное, что не вроде бы, это вы. Вы настоящие бойцы, вы настоящая наша гордость. Мы вами очень сильно гордимся. И это правда не вроде бы. И не вроде бы наша любовь к вам Спасибо, квартал 95, спасибо Я люблю свою родину, вроде бы Хоть порою искал и другой судьбы Но на север, юг, запад и восток Никогда не делил я страну про то Я люблю свою родину, вроде но Когда снова у власти сидит оно Вороватая, глуповатая Все надежды Майдана опять нае На Майдане стояли все вроде бы Власть в итоге сменили мы якобы И ООН поддержала нас будто бы И нам стало жить легче, если бы Мы же всех победили, вред того И наверх посадили мы своего Но о свой своих, о свои своих И имеем правительство никаких Мы все честные граждане, вроде бы И почти не воруем у родины Но лукас Донецк любит до тех пор Пока вдруг не вывесят Триколор на защиту, готовым стать будто бы Но в атаку бежать не хотелось бы И России мы показали факт А по факту нет Крыма, как-то так Я люблю свою родину просто так У нее в голове иногда бардак Европейская, азиатская И вольная духом казацкая Я люблю свою родину, как дурак Щенемерла пою, поднимая флаг И пускай не раз меня развели Но ведь нету другой у меня земли Я люблю свою родину, точно да Все ее прекрасные города Но на Киев, Львов, на Донецк, Шангой Никогда и ни с кем не делил край свой Ну а что для нас родина? Как понять? Безразличная мачеха или мать? Может стоит нам споры отложить? Просто хочется в мире спокойно жить Спасибо, ребята! Квартал 95, спасибо! Воины света, воины добра Охраняют лето, бьются до утра Воины добра, воины света Часть от пара Погадает лето Ребят, спасибо вам большое Если вы не против, мы еще чуть-чуть выступим Горды, что нас вы пригласили Для нас это большая честь Спасибо еще раз Я хотел бы представить всех наших ребят Актер и автор Вот единственный Янукович, которого нельзя трогать Добрый вечер Но если у кого-то появится желание, я выдерживаю Александр Пикалов Слава Украине! Спасибо вам большое Спасибо Наша, вот у нас есть прекрасная, замечательная актриса Единственная Юля Владимировна, которая не сидела Замечательно Вот она у нас сегодня растрогалась Ехать очень хотела, но боялась Но когда увидела, сколько настоящих мужиков По-моему, не хочет возвращаться Елена Кровец Спасибо вам, спасибо огромное вам, мужики Ребята, представлю наше Вот это вот оно Вот это наше Он уже сразу по-солдатски подстрижет Хоть сейчас в бой Оставляем? Да нет Объявляем следующего Все, в бой Не, но, ребята, то, что он сегодня, мне кажется, свою радость вам отдал Я оставил, это точно Замечательный актер Евген Кошувый Я выбираю Я выбираю Я выбираю Я выбираю Спасибо Идем дальше Дальше вот, да С такой седоватой бородой Это наш армянчик Вот, а у нас администратор иногда играет какие-то роли на сцене Мы его ласково называем арминистратор Мико Фаталов Мико Фаталов Ну почему Все с ума я скажу Ну, я вам правильно сказал Мне кажется, в это время лучше щелкать затворами фотоаппарата, чем затворами автомата Спасибо Так, держать, спасибо огромное Спасибо, ребят Добрались Добрались до самого доброго Маленького Худенького Красивого Я буду А? Я кого? Стройно Вот его оставим вам Да, в общем Действительно, большое сердце нашего коллектива Юрий Корявченков Наше украшение Балет Ева Танцуй, Украина Ребят, я, смотрите Сейчас я еще всех представлю Звукорежиссер наш Вот работает там На фланге, как говорится Артем Михаличенко, пожалуйста Знаете, мы были дни бурьями Шалеными ветрами На столе не все Спасибо большое наш костюмер Андрей Бурьяненко Баклажен Спасибо Ребята, сейчас я хочу Я, правда, я хочу прочитать Ребята, это очень достойные Одни из самых достойных ребят Которые среди вас у них сегодня Просто дни рождения Я думаю, что им будет очень приятно Если мы их поздравим Хочется дни рождения отличать дома Но сегодня главный дом здесь Потому что вы защищаете все наши дома Замкомандира 9-го батальона Винница Подполковник Урилов Сергей Всем рождения! Всем рождения! Дальше Военная часть 30-08 Город Винница Петинов Роман С днем рождения, конечно И еще один именинник есть Военная часть 33-6 Днепропетровск Лютый Анатолий Спасибо, ребят Мы вас поздравляем Огромное спасибо Самым главным В нашем представлении Людям Самым главным Людям, ради которых мы здесь Это вы Спасибо вам большое Спасибо Без них Без них Без них Без них Владимир Зеленский Шановные артисты От всех Висковслужбовцев Зоны М И от 9-го батальона Конкретно мы хотим вас поздравить Но прежде всего Наш именинник Мечтал принес Фотографироваться На фоне На фоне Лены На фоне Лены Поверишь, это было Это было С Новым Рождением С Новым Рождением Следующий подарок нам Ну вы же догадались кому Его нам обещали оставить Не переживайте Мы его прокормим На всякий случай В дорогу, ребята Возьмите Сало Это не Сало Все, мы остаемся Спасибо 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 Это мы передаем Степану Для запавки фломастера Я думаю, догадается, что это такое Спасибо огромное Спасибо 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 Я беру Спасибо 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 Это уже другое Спасибо 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 Мы ждем Спасибо Спасибо